У нас трансляция, но не игра. Игра была начата в 20.45 по московскому времени. Немножечко я опоздал, но совсем чуть-чуть. И как вы видите, пики у нас только начались. Напомню, что вы смотрите Dream League. И это решающий третий игровой день. Между собой играют Virtus.pro. Первый состав Virtus.pro, формально первый. Ну и пока что по турниру он тоже идет как первый. Ну и Empire. Эмпайр. Ситуация турнирная такова. Empire уже себе обеспечили выход из группы. В случае, если они проиграют Virtus.pro, 2-1 или 3-0, неважно. Или важно. Так, сейчас 4. 7. Да, важно. Если они проиграют со счетом 2-1, они останутся первыми. Если они проиграют 3-0, они станут вторыми. Но в принципе большой разницы в этом никакой нет. Что касается Virtus.pro, им нужно обыгрывать 2-1. Либо 3-0 имперцев для того, чтобы обеспечить себе выход из группы гарантированный. Что касается параллельного матча, который вы можете посмотреть на канале... На канале Nessa, наверное. Пытаюсь я уточнить. Сейчас, одну секунду. А, можно просто открыть страницу Virtus.pro. Да, почему-то тут я тоже ничего не вижу. Возможно, как раз-таки на канале Факера. Параллельный матч... Да, судя по всему, так и есть. Да, так и есть. Итак, на канале Факера Virtus.pro Polar против XGameKZ, там полярным мишкам нужно выигрывать со счетом 3-0. Для того, чтобы иметь максимальные шансы на выход. Если полярные медведи не выигрывают 3-0, то ситуация у Virtus.pro чуть упрощается. Им достаточно будет выиграть хотя бы одну карту. На данный момент, напомню, Virtus.pro Polar имеет 2 очка, а Virtus.pro имеет 4 очка. То есть... Да, да, все правильно. При равенстве очков между двумя коллективами Virtus.pro первенство отойдет Virtus.pro Polar, так как они по личной встрече имеют преимущество. Вчера, напомню, полярные медведи очень уверенно играли против мишек бурых. Но в какой-то момент Virtus.pro решили, что пора идти ва-банк. В третьей игре взяли, забрали Рошана на первом левеле и уже не отпустили. Забрали Рошана, тут же ФБ, потом еще и Готтам царил на миде, убивал скандала раз за разом. Ну, с таким преимуществом, в общем, это было сделать чуть полегче ему, а Году палец в рот не клади. Вот так вот. Собственно, всем еще раз привет. Напомню, что это последний день восточно-европейских отборочных. Да, и буквально... Буквально пару секунд мне понадобится... Для того, чтобы запостить анонс матча, я, честно говоря, просто лоупочил началом. Продолжение следует... 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 Да, все, извиняюсь за вот эту небольшую паузу, теперь я полностью с вами. Итак, Virtus.pro, как мы видим, они вернулись к своей стратегии Мирана плюс какой-то саппорт, который может очень эффективно помочь, например, Shadow Demon. Забирают также Джакира, возможно, будут пытаться давить на первых лвлах, давить вышки и, в общем-то, посмотрим, как в нынешней мете это работает. В прошлой мете у них достаточно неплохо получалось, в прошлом патче, точнее, мета была такая, что неплохо у них это получалось. Огр, Висп забанены, Банша, Воид, забанен, Террор Блейд, Разор, Нейчерс, Профит и Сирена. Ну и составы команд я вам не назвал. Естественно, состав команды Virtus.pro это Жотом, БЗЗ, Гот, Седой и Йол. И состав команды Empire это гораздо более важно. На самом деле, Resolution, Always One of Lie, Silent, Йолку и Соло. В таком составе сегодня должны выступать имперцы. Да, у имперцев в последнее время было много замен, но вот меняли они... Сначала выгнали мага, взяли Санейка, потом выгнали Флая, взяли Йолку, потом выгнали Санейка, взяли обратно Флая. И в итоге, на самом деле, Йолку очень неплохо прижился в этой команде. В общем-то, Сайленс и Резолюшн никуда не уходили. Соло тоже, Флай вернулся и все у них получается очень-очень здорово. В частности, Virtus.pro и Polar обыграли со счетом 3-0 и потом просто без шансов вчера выиграли X-Game KZ. Там просто были игры по 11 минут. Да, последнее, что я вам у вас хочу спросить, это все ли вам хорошо слышно в игре. Так, Тайтхантер, Спектра. Видимо, Тайтхантер у нас для Йолку, Брюмастер для Резоля, Скайрас для саппортов. Спектра от Сайлента и Virtus.pro сбирают Думы себе. Ну, на самом-то деле, Думы не так уж просто будет, если это будет Дум на сложной линии. Все-таки, Скайрас Мейдж чувствует себя довольно-таки неплохо против любого героя, милишника вот такого вот, который не может с ним меняться никак по ХП. Да и, в общем-то, против Ренджа тоже. Любого героя, наверное, Скайрас Мейдж выиграет один на один в этой позиции. Как я уже не устану повторять, очень силен он в этом плане как саппорт. Но, опять же, выиграет с учетом того, что у него за спиной стоит Кэрри, у него своя вышка, герой соперника один и никакой поддержки ему никто не оказывает. В такой ситуации, да, Скайрас Мейдж очень и очень хорош. Ну и ласт пик, азбан команда Эмпайр. Аппаратчены забанили ВП. Это Шторм. Я так понимаю, остался герой для года. УВП. Все, норм, да? Да, сегодня Твич действительно подлагивает. Есть такой, я проснулся, попытался посмотреть одного. Ох ты, ОД. Давненько не видели мы ОД. Во всяком случае, я давненько не видел ОД. Сегодня попытался посмотреть один стрим летсплейный, но... Меня несколько раз постигла неудача. Потом вроде он погрузился, потом опять падал. Поэтому, если сегодня у вас будет периодически стрим отваливаться, да, этот Твич, обновляйте страницу, выбирайте другое качество, не знаю. А тем временем у нас апдейт доты вот-вот состоится. Байбэк раз в 7 минут теперь возможен. Можем. Веншин сил, кулдаун. Веншин сил, айт, скайрос мейдж. Лича забирают имперцы. Боже, какой-то жесткий патч-то выходит. Увеличен кулдаун хроносферы. Уменьшен спектры. Могспид. Уменьшены дэмэдж с хаунта у иллюзий спектры. Уменьшен мувспид в метаморфозе у террор-блейды довольно серьезно. Гуандо... Гуардиан Энджелу мне на это не дает хп реген. Да, короче, я немножко зачитался, извиняюсь. Пока у нас разбирали героев, последним героем империи был Лич. Флай играет на Личе, значит, соло возьмет у нас петушка-мага. Йолна, шадоу демони, жжет на потме, бззн Джакира, седой. Даже я вот не глядя так сказал, но здесь все понятно. Потому что если жжетом в игре, то киска в зоне риска, оказывается. Да, это, видимо, подсказывает, кто последний игрок, последний в плане, конечно же, профиль скрыт. Бесполезно посмотреть, но все правильно. Безопасность прежде всего. Йоку на тайде расставляет варды, ставит вот такой вард, чтобы видеть, как к нему выходят из леса враги. И Лич будет помогать резолюшену на миде. Здесь мы видим, ну, помощь очень нужна. Потому что один в один против ОД стоять не очень-то приятно. Особенно Брюмастеру. Маны вообще не будет ни на что хватать. Поставил вард вот такой вот у нас. Йол, судя по всему. Ну, и Седой готовится блочить крипов. Никаких у нас активностей в начале игры нету абсолютно. Это еще не патч, насколько я понимаю. Это патч, который вот-вот состоится. Первая игра, напомним, счет 0-0 пока что. Самая-самая первая игра. И напомню, что Эмпайр уже обеспечили себе выход из группы. Но сейчас во многом эти встречи решают, кто же выйдет. Виртус-про-полар или все-таки Виртус-про из группы. Принципиальное соперничество двух коллективов ВП продолжается сегодня. Тем временем у нас Жотом и Йол передвигаются вниз. И будут пытаться. Но вот как раз здесь Скайросмейдж уже не так будет силен. На самом деле Спектра... Скайросмейдж, конечно, все равно будет гонять Седого. Это все правильно. Тем временем выход Шадоу Демона. Пошла. Стрелочка попадает в Сайлента. Сайлента начинают грызть. Дум включает землю. Сайлент пытается убежать. Получает еще одну тычку. И... Фласку сбивает. Седой забирает First Blood. Вот так вот Сайлент попытался спасти, видимо, своего саппорта. Подставиться, чтобы... Не знаю, чтобы стрела в него попала и чтобы не так надолго застанила. Или просто случайно в него попала эта стрела. И совсем он не хотел спасать... Своего саппорта. На самом деле в начале игры такого большого значения не имеет, кто умирает. Вот на первых минутах. Но дальше, естественно, гораздо важнее будет в спектре жить. Седой что-то наполучал просто на все хп. Сейчас еще одно получит. Оп! И у нас лак. Вроде интернет у меня жив. Вчера у меня был уже подобный лак. Сейчас мы быстренько попробуем перезайти. Вчера был у меня совершенно такой же лак в одной из игр. Или позавчера. Он был только у меня. Так что не пугайтесь. В игре было все в порядке. Лол. И вот мне как раз предлагают загрузить обновление Дота. Прикольно. Ну, видимо... Видимо, это тот апдейт и есть. Неужели уже прямо сейчас ввели? Дота, пожалуйста, запускайся. Да, мои извинения, но технические проблемы, которые совершенно не зависят. Не буду говорить, что они совершенно от меня не зависят. Но, во всяком случае, я вроде... Много секунду сон кастует. Да, это тоже на самом деле важно. Теперь ее будет чуть легче поймать. Так, вернулся я в Доту. Сейчас будем пытаться вернуться в игру. Ну, такой патчик чуть-чуть. Некоторые изменения совсем незначительные. Типа там кулдауна на 10 секунд. Или чуть меньше дыма где-то. Чуть меньше ему спит. Совсем чуть-чуть меньше ему спит. А некоторые изменения довольно-таки значительные. Например, минуту еще байбекаться нельзя. Байбеки все сильнее ослабляют. Но это, в общем-то, правильно. Байбек должен быть таким ультимативным оружием. Так, вроде я должен вернуться в игру. С минуты на минуту. Напомню, счет был 1-0. И счет 1-0 остался. А я неплох. Так, ясно-понятно. И что нам делать? Я типа вернулся в игру все-таки. Почему-то. Очень странно. Вернулся как раз к тому моменту, как Сайлента оставили совершенно одного по какой-то причине на нижней линии. И в Virtus.pro забирают еще один фраг. Ну что ж, пока что все печально у Сайлента. Джакира против Тайтхантера чувствует себя абсолютно спокойно. Скайра Смэдж выходит в спину. И вот здесь у Джакира могут быть проблемы. Джакира, кажется, понял, что все очень плохо. Но это уже БЗЗ вряд ли поможет. Да. Энчер Смэшем забирает его Йоку. Так вот, Джакира-то чувствует себя очень неплохо. Один на один. Другое дело, что если прийти к Джакире помочь, то толку от этого особого не будет. Все равно Тайтхантера ты с линии, скорее всего, не прогонишь. Он свое получит. Так, УД. Резолюшн уворачивается. Чуть рановато. Дал стрелу. Здесь же Лич. Ну не факт, что Резолюшна смогли бы забрать. Он реально толстый. А здесь не так много урона пока что. Четвертый с половиной УД. У Резолюшна почти пятый. Флай имеет тоже почти пятый. Ну, в общем-то, Лич вносит свои коррективы. Итак, на нижней линии у нас доминирует Седой. Причем будет играть он через Мидас. Сайлент вообще ничего не может ему противопоставить. Пока что. Год на миде. Ну, пытается как можно лучше отстоять линию. Но это довольно-таки тяжело, учитывая, что у него на линии есть Лич. Лич, мы видим, стягивается вниз. Но приходит Скайрос Мейдж. В общем, пока что Эмпайр в своем стиле. Так действует. Где-то линии они, может быть, и проигрывают. Но компенсируют это обязательно на других линиях. У Йоку. У Йоку есть Реведж. И он показал, что готов его использовать в любой момент. Шадоу Демону, конечно, становится немного страшно. Конкассив Шот тем временем в Года. И Года Изи забирают. Просто Изи забирает его Скайрос Мейдж. Без смоков, без ничего. Зашел, просто аккуратненько убил. Тем временем нападение идет на Йоку. Но у Йоку довольно много хп. Счет становится 2-2. Но все при этом достаточно все еще хорошо у Дума. Сайлант 17 крипов. Начинает потихоньку, потихоньку фармить. Да, ну, конечно, ударной силой Сайлант будет не очень хороший. БЗЗ забирают. ОД перетянулся, мы видим, на эту линию. Попытаются сейчас забрать Скайрос Мейджа. Да, поняли, что за Дайтхантером гнаться достаточно авантюрно. Забирают Скайрос Мейджа. Ну и Размен-то все равно неплохой. Соло очень много сделал в этой игре. Он пришел сначала на верхнюю линию, забрал Джакира. Он пришел в мид, забрал ОД. Пришел наверх, забрал Джакира. Стянул еще двух героев. И только после этого его смогли убить. При этом никто из ключевых персонажей Team Empire не пострадал. Отличная игра от саппорта команды Empire. Просто плеймейкер настоящий. Тем временем на нижней линии Седой продолжал порабощать. Так. Какой-то очень странный выход. Заходит сюда также. Да, ну и здесь драка должна быть за Empire. Потому что перетягивается Тайт. Пошел Дум на спектру. Тайт. Инчер Смешем очень много урона наносит БЗЗ. БЗЗ падает. Дум пытается забрать Лича. Дум. Лич буквально последняя тычка. Да, Дум забирает Лича. Есть 10 стиков. Нужно бы их использовать. Но, да, кажется Дум зашел слишком далеко. Крайне неудачная драка от Virtus.pro. Они были здесь изначально в меньшинстве. Точнее были 3 на 3. Но Empire были абсолютно готовы. Перетянулся Тайт. И драку было выиграть уже практически нереально. Как мы видим по рекапу, очень много Empire за эту драку получили. И пока же чувствует себя очень здорово. Что касается УД. У него 25-13 Крипстат. Ну, совсем не здорово себя чувствует Деваурер. Посмотрите на Крипстат Резолюшена. Тут практически вдвое больше. Конечно, когда у Дэ стоит линию так, это не есть хорошо. Жотом застрял. Но ненадолго. Находит Жотма. Зачем-то перетягивается Йол. И просто Йол растирает за 2 коста. Да, Empire пока что чуть больше, чем полностью доминирует в этой игре. Несмотря на неудачное начало. Просто разрывают Virtusoft. Теперь под вышку заходит. Тайт. Есть Гаш. Пошла стрела. Ох ты, какая стрела. В Резолюшен залетает. Неприятная. Джакира умирает от ультимейта. Но ультимейт Ча заканчивается. Очень больно пробили здесь Йола. ОД с руки натычковый. Это очень жестко забирает Лича. Пошла Арба. Забирают тем временем Йола. ОД продолжает гнаться за Skyrosmage. Мувспида хватает. Skyrosmage ловит такую стрелочку. Хорошую Тайда спрятает. Тайт отпивается. Будет реведж через 4 секунды. Подходит Дум. Есть ультимейт. Реведжа не будет. Йоку под атакой. Кажется Virtuspro здесь очень серьезно выравнивает ситуацию. Или нет? Можем попытаться заденайть Йоку. Еще буквально одна тычечка по нему. Нет. Заденайть не получилось. Брюмастеры еще и прячут. ОД очень много инты настилил. Седому нужно отсюда бежать. Пошел ультимейт Спик 3. Стрела попадает прямо в иллюзию. Очень неудачный тайминг выбирает Жотом. Брюмастер раскладывается в ультимейт. Седого должны забирать. Снизу, да, Седой. Седой отсюда уже никуда не уйдет. Есть 10 стиков. Прожимает их. Тянет еще время. Но тут с огромным запасом его забирают. 11.8 в пользу команды Эмпайр. Еще и сверху упал у нас тем временем Джокира. Да, вот так вот у Сайлента на самом деле очень скромные артефакты. Но пытается он быть полезным для команды за счет своего ультимейта. Вот так вот на самом деле неплохо помог. Все-таки ультимейт у Спик 3 очень сильный. Наверное, самое сильное оружие данного героя. Как мы видим, Эмпайр ведут 2000. По XP также у них преимущество. Но пока что я бы не сказал, что это преимущество реально огромное. Кстати, у Д будет брать себе Мидас, судя по его количеству золота. Блинк на Брюмастере. Но это будет очень рискованно. Может быть и не будет брать Мидас. Не знаю. Потому что оставляет все еще эти деньги. Потому что здесь-то Брюмастер взял себе Блинк. И у Тайтхантера тоже очень все хорошо. Эти два героя, они просто будут уничтожать. И им все равно абсолютно. За вышки они запрыгивают. За две вышки, за три вышки. Они очень сильные. Они могут запрыгнуть, дать рассказ, нанести уйму урона и уйти. Что Джакира. Да, все очень плохо у БЗЗ в этой игре. У него только базилка. 0-5 счет. Ситуация более чем печальная. Йоку в погоне за Шадоу Демоном. Ну и Шадоу Демон-то здесь вряд ли уйдет. Ну хотя вот так вот Йоку решил не форсировать события. В любом случае Йоку здесь убить не получится. У него есть Кракеншелл. Что делает Джотом? Джотом просто приходит. Если бы Тайтхантер не пожалел шасульта, он спокойно убил бы Джотома. ОД все-таки берет себе форстаф. Понимая, что Мидас будет, наверное, слишком агрессивным решением. Перемь перетягивается Лич, но не смог зацепить Джакира. И Джакира дожигает вышку. Импайр крайне неудачно здесь сыграли. Брюмастер прячет его. Пошел ультимейт Спектры. Конкассив шот в года. Сайланс и... И еще и Спектра забирает Мирану, которая тем временем подошла с топа. Как мы видим, Дум тоже у нас пал на нижней линии до этого. Осталось вне наших глаз, потому что смотрели мы с другими игровыми моментами. Разум лишаются двух героев. Совершенно непонятная игра от ВП. Они... Ну, к чему здесь Мирана бегала на лоу ХП? И вообще, что она пыталась сделать, когда ее убила только одна лишь иллюзия Спектры? Сайланд даже на нее не переключался. Просто иллюзия задамажила так сильно, что ничего не смог сделать. Ну и опять же, никакой поддержки Году совершенно нет. Пока что это напоминает такой элитный... Элитный побед, как мы любим говорить. Но действительно очень мало командной игры. У Эмпайр здесь все гораздо лучше поставлено. Просто именно... Ох ты, попытка степешится! Последнюю тычку все-таки Сайланд успевает нанести. Хотя попытка была неплохая. Сделай на самом деле седой шаг чуть-чуть в сторону. И не пойди... Не попади под этот ультимейт Скайрос Мейджа. Мог бы улететь. Йоку в инвизе. 15-8. Давайте посмотрим, что у нас по золоту. По золоту Doom все еще топовый Нетворс имеет. Если бы он так не отдавался, конечно. Поколепная стрела от... От Жотма. Форстаф от Года. Пытается добить Спектру. Но вот здесь, если бы эта стрела попала, конечно, это был бы изи фраг. Пошел ультимейт Мираны. И добивает все-таки. Не успевает уйти в инвизе Деваурер. Нужно было чуть пораньше ультимейт кастовать. Подходит Йоку. Просветок. А, нет, вот есть вот такой вот Вардец. Нет, это Вардец Вертус Про. Погоня за Йолом. Ну и Йолу здесь тоже не догоняют. Размен один в один получился. Потеряли Спектру, но забрали ОД. Я думаю, что Империи это очень выгодно в данной ситуации. Потому что ОД, конечно, гораздо более ценен. Так, Флай. Находит. Боже, как же больно Йолу. Просто одним... Одним Нюком ему сшибают пол-ХП. Совсем неприятно. В четвером Империи снизу. Спектра готова прийти на ультимейт. Но я думаю, что это будет Дракула. У Дэни от ульта. Тайт Хантер покупает себе Блинк. Да, Тайт Хантер дает реведж. Отличный ультимейт. Спектры сразу светят двух игроков команды Вертус Про. Жотом уходит на Алипе. Байбэк мы видим от Дума. Дум летит сюда. Есть у него ультимейт. Год тем временем расправляется все-таки с Соло. Попытка с ТП с Сатьёку жотом. Нет у него стрелы. Кажется, он даже видел. Падает тем временем Йол. И Брюмастер уходит отсюда на Блинке. Два... Три в один на размен в пользу команды Эмпайр. Как мы видим, еще и байбэк потрачен был на Думе. Ну, в общем-то, все очень здорово использовали Эмпайр. Пока что играют так вот очень просто, но при этом очень эффективно. Не составляет им никаких трудностей выигрывать этим файтом. Просто грамотно реализуют спылы. Ну, а ВП пока что очень как-то выглядит растерянно на фоне Империи. Ну, хотя смотрим на графики. По графикам, да, по графикам уже серьезное преимущество. Уже очень серьезное преимущество. Можно говорить о том, что Эмпайр... Ну, вот опять же. Опять же ловят Седова. Седой забыл во вражеском лесу и тут же его забирают. А напомню, что Седой это один из самых отфармленных героев Virtus.pro. Сайлант покупает урну. Вот этот новый билд через урну. Не совсем мне понятный, но тем не менее очень популярный. В принципе, как говорится, ман реген есть. Немножечко хп регена за счет вот этих зарядов есть. И вроде как норм. Но на самом деле действительно... Такой... Так, опять. Где-то мы это уже видели. Просто один в один каждый раз, но соло мажет сайленсом. Тем не менее, мне кажется, хватит урона. Да, хватает урона с огромным запасом. Забирают года. Сверху нападение на Йоку. Но Йоку тут как-то... Достаточно спокойно себя ощущает. Уходит на блинке. Уже в который раз мы видим вот эту картину. Соло просто заходит сверху. Кидает конкасси в шот. Сайленс. И убивает соло в мид-героя. И до сих пор ничего с этим Virtus.pro поделать не могут. Хотя, по-моему, в этот раз у соло, опять же, не было ни инвиза, ни смока. И был еще и в арту ВП. То есть, они должны были видеть соло. Но... Должны были и видели это понятие совершенно разное. Брюмастер будет покупать Владимир. Есть у него ПТшка. Заходит на Рошпит. Делает оттуда ТП, чтобы не было видно, что он там сделал, куда. Ну, палец и тут же на этой линии. Поэтому все прекрасно понимают игроки Virtus.pro. У Брюмастера готов ультимейт. Сейчас полетит к нему Владимир. Тайтхантер сидит в засаде. Есть у него ревердж второго левела. Ну и Сайлент продолжает фармить. Его никто не трогает абсолютно. Чувствует он себя абсолютно спокойно. Тем временем в инвизе Resolution заходит во вражеский лес. Здесь никаких вардов, ничего нету. Выходят саппорты. Ох, как же больно году. Просто его стирают. В секунду Shadow Demon успевает спрятаться. Пошла ульта Спектры. Shadow Demon зажимают. Спектра ультует. Будут забирать Дума. Ставится Сентряк минус Дум. Это 3 в 0. Да, очень все здорово реализуют. Нашел один инвиз. За счет этого инвиза сейчас была, по сути дела, выиграна драка. Хотя года, конечно, стирают просто чудовищно жестко. Его буквально один Skyros Mage убил. Там Брюмастер дал, конечно, Клэп, за счет которого и забрали. Но все равно урона очень много Skyros Mage внес. Пока что мы видим, что у Virtus.pro Polar шансы огромные на выход. Потому что, напомню, Virtus.pro Polar нужно обыгрывать 3-0 X-Game. X-Game KZ, которые показывали довольно неубедительную игру. В то время как Virtus.pro, если проиграют в этой игре, нужно будет тащить две следующие. Без права на ошибку. И эта задачка уже совсем тяжелая. С такими имперцами, которые вот так вот себя чувствуют. Чувствуют они себя действительно здорово. В такой игре. Мекку покупает Лич. Керри Джокира выносит Мекку. В то время как Support Лич также одновременно покупает Мекку. Опять забирают УД. Вот эта парочка Solo и Resolution. Очень легко они забирают Solo мидера команды Virtus.pro. Ну и здесь инициатива уже потеряна. В общем-то, я не знаю, за счет чего здесь собираются Virtus.pro драться. Пошел Doom на Brumaster. Но Resolution просто наваливает с руки. Doom падает. Отличный реведж от Йоку. БЗЗ остается один-одинешенек. И БЗЗ также забирают. Это 3-0. Остается один только Жотом. Жотому вешают Silence. Он успевает написать GG. И умирает. Да, 5-0. Ну, абсолютно... Абсолютно огромное преимущество Империи по первой игре. Посмотрим, что у нас будет во второй и в третьей игре. Напомню, сегодня состоятся все 3 игры этого Best of 3 матча. Для Virtus.pro задачка становится очень тяжелой. Им нужно выиграть 2 Best of 1 у Team Empire. Ну и по результату параллельного матча X-Game против VP Polar Мы поговорим в начале следующей игры. Пока что уйдем на небольшой перерыв.